Мир и люди, живущие в нём. Сейчас я обнаружу и убедюсь, что меня видно хорошо. Говорить сегодня будем про ходы безденежья. Несколько минут я подожду, пока вы собираетесь, чтобы я обнаруживала, что вы меня видите, что я вас вижу. Всё-таки за много лет, когда я вела эфиры по утрам, фраза «Доброе утро, мир и люди, живущие в нём» звучит как-то гораздо привычнее. Зачем добрый вечер за то время, когда я пыталась вести эфиры по вечерам? Возможно, в следующем году по вечерам я и верну эфиры, но в ближайшее время и в ближайший месяц мы с вами будем встречаться по утрам. Вот в это время в 8 по Берлину. Как-то оно такое самое удобное, как на мой взгляд. Вы, вижу, собираетесь в Инстаграм, традиционно собирается быстрее, но вот как-то так получилось. Получается, Фейсбук чуть-чуть медленнее, но тоже я вас вижу, я вам рада. Те, кто присоединяются, пишем «Доброе утро, мир и люди, живущие в нём» и, собственно говоря, будем двигаться. Материал сегодня будет непростой. Материал сегодня будет, скорее, сложный. Я вам здесь более подробно и расширенно буду объяснять самые-самые-самые глубокие коды безденежья. Собственно говоря, самый-таки уровень кодировка условно-негативных сценариев поведения. Я буду больше направлена на Инстаграм, но как-то вас тут больше, Фейсбук я буду слегка поглядывать, для того, чтобы видеть ваши сообщения и комментарии. Для тех, кому это интересно, это сегодняшняя тема, вот то, что я вам сейчас буду рассказывать, это сегодняшняя тема участников ДРНК, денежной расстановки на картах. Собственно говоря, вторая – заход во вторую базовую практику, с которой участники будут учиться. Саму тему можно посмотреть, те, кто не в тест-драйве, можно зайти ещё на тест-драйв. Тест-драйв длится до конца следующей недели. Можно зайти на проект на условиях тест-драйва, тест-драйв бесплатный, и видеть те материалы, которые я там даю. Здесь сегодня я вам буду просто более подробно объяснять вообще, что такое кодировка. Что такое кодировка безденежья, как это происходит. И на самом деле у любого, у любого страха, у любой, давайте так, у любой условно-негативной модели поведения, даже если она ведёт вас в безденежье, есть кодировка, её можно вычислить, её можно высчитать, её можно поменять. Вот этому, собственно говоря, это, причём это азы. Вот высчитать кодировку, найти кодировку, высчитать кодировку безденежья и поменять её. Это азы, это вот первые-первые уроки проекта денежной расстановки на картах. Вчера, вчера, да, вчера у нас с вами был эфир, когда я давала, эфир назывался «Спрятанные ресурсы», когда я давала технику, одну из техник снятия заряда, и когда люди могли, когда вы, пересмотрите, если вы не смотрели, обязательно посмотрите вчерашний эфир. Я там давала волшебную технику, тоже из этого проекта, техника, которая позволяет вот так в течение нескольких минут убрать, нейтрализовать, вывести себя из условно-негативного состояния в ресурсное. Вчерашний эфир, да, назвать «Спрятанные ресурсы», либо «Как вернуть себе силы». Вот, у меня в ленте, в инстаграм, во всяком случае, на обложке написано «Как вернуть себе силы». И эта техника, я там давала технику тоже, это первая, вот вчера была самая первая техника из проекта ДРНК. Сегодня будет вторая, еще более глубокая. Сегодня я, ну, всю технику не дам, но показать, как, да, и объяснить, как происходит кодировка моделей поведения, которые ведет к безденежью, вот это мы сегодня с вами будем проходить. Так, вижу, не все пишут, такое ощущение, что здесь прям очень-очень много, очень крутая техника. Да, добрый ранок, Люды Тасви, добрый ранок, рада обучаться у вас, привет, Ирина, рада тебе очень. Ну что, будем двигаться, еще раз, нужно будет быть предельно внимательным, потому что материал на самом деле непростой, можете просто представить, что происходит, да, к чему научаются, что научаются делать коллеги в этом проекте, если это первые уроки такие. Хотя на самом деле, вначале, знаете, как происходит? Вот на ДРНК происходит примерно следующее. Первые уроки, первый месяц происходит такое. Кошмар, куда я попал, где мои вещи, я никогда этому не научусь. К седьмому модулю, даже уже к пятому, все то, что проходили на первом, уже кажется таким. Щелк, уже легко. Я всегда говорю, что на проекте денежной расстановки на картах важно выжить. Вот выжить первые два месяца. Вот те, кто первые, ну выживают большинство, 90% вообще в финале доходят до конца. Важно выжить, потому что первые два месяца идут самый тяжелый материал, самый сложный материал. Потом уже на этой базе постепенно, постепенно, постепенно уже становится гораздо проще. Так, ну что, поехали в саму суть, в сами коды безденежья. И вообще, как формируется кодировка, что такое кодировка? Это точно хочу выжить. Ольга, выживите. Но еще раз, в начале, это видим, вот с проекта, да, в начале у всех, это пятый поток сейчас, да, стартует пятый поток. То есть есть опыт предыдущих четырех. У всех. Я вам сейчас расскажу маленькую тайну. Не тайну, но так, да, маленький вот кусочек подноготный. Что там происходит? Значит, первый модуль, первый и второй, вот два модуля. Участники. Участники находятся в состоянии, шеф, все пропало, я ничего не понимаю, у меня никогда не получится. Кошмар, кошмар, это кем надо быть, чтобы, ну вот вообще вот так вот, да, страшно, дико страшно становится. Это первый, да, так, техники и практики ДРНК, бомба, бомба, ракета, я выжила. Привет, Ольга, это выпуск четвертого потока, вот пишет, потому что, видите, вот выпуск четвертого потока пишет, что бомба, ракета, но выжила. Значит, сначала первый модуль, шеф, все пропало, я ничего не понимаю, я никогда с этим не справлюсь. Второй модуль, боже мой, как же я выжила первый, теперь же как-то надо вообще дожить до конца второго. Третий модуль, в третьем модуле начинают вешаться кураторы, в третьем модуле начинается вой кураторов, и сели, боже, какой кошмар, какой капец, как же мне донести, как же мне... К четвертому модулю выдыхают все. Вот уже четвертый, пятый модуль, это уже, уже все втянулись, уже все поняли, уже поняли, что есть сложности, уже кто-то, кто-то не успевает, но уже понимает, что будет догонять, кто-то... Все выживают. К седьмому модулю доходят люди, причем это 90%. Я не говорю, что никогда никто не сливается по дороге. Ну, так неправда и так просто не бывает. Но 90% финалят. Вы можете себе представить, ну, те, кто плюс-минус знает статистику по рынку, 90% студентов финалят, доходят до сертификации. Это значит, что они сдают работы. Ну, понятно, что кураторы поддерживают и работу принимают. Поэтому вот просто запомните, те, кто заходит на проект, просто запомните, что паника в начале нормально. Вот, Оксана пишет, куратор, таки да, правда. Паника в начале нормально. Состояние шеф-всё пропало в начале нормально. Состояние, я это называю для себя, коллеги, не в вашу сторону, для себя, когда я в подобное попадаю, я называю состояние дебила. Вот состояние дебила в начале нормально. Потом оно всё превращается, потом пазл начинает складываться, не сразу, но пазл начинает складываться, и обнаруживается, что, в общем-то, ну, можно жить. И, в общем-то, можно с этим работать, более того, ещё классно с этим зарабатывать. И оказывается, что это такой поворотный, это когда долго-долго-долго собиралась, долго думала, не могла чем заняться, не могла понять, чем же занять, чем зарабатывать, и потом так раз, и оказывается, это поворотный, часто это оказывается поворотный такой шаг. Так, я в состоянии, нормально, состояние дебила на первом модуле, и его отсутствие тоже нормально, но это в целом нормально. Так вот, смотрите, вот сейчас будем разбирать в более широком варианте, да, то, собственно говоря, урок сегодняшний. Вот я сегодня в 7 утра отправила следующие уроки на канал ДРНК в закрытый и отправила урок в тест-драйв. Так, большой плюс работа с куратором, нужно брать пакет с куратором, курс крутой, даже жалко, что уже финиш. Диана, мы придумаем для вас клуб, ну, с куратором, да, сегодня будут анкеты, уже к концу недели будут распределения по кураторам, и такой очень классный работа, глубокая. Так вот, смотрите, про что мы начинаем говорить сегодня, то, что важно, собственно говоря, про то, как вообще формируется кодировка, как вообще формируется вот это условно-негативное поведение. Почему условно-негативное? Ну, негативное понятно, да, это некая модель поведения, которая лишает вас денег, либо мешает вам иметь те уровни дохода, которые вам хочется. Да, некая модель поведения, либо совокупность моделей поведения, которая приводит к тому, что у вас, ну, вы не приходите к тому уровню жизни, которому бы хотелось. Да, поэтому негативное. Почему условно-негативное? Потому что когда-то, вот именно эта модель поведения, именно такое поведение когда-то спасло жизнь, когда-то помогло спастись. Причем либо вам, не важно, помните вы это, либо нет, либо кому-то из ваших предков, да, либо вашим родителям, не важно, помните вы об этом, либо нет, да, называть, есть такое понятие, как трансгенерационная травма, травма, переданная через поколение. Либо это некий опыт, вот сейчас я понимаю, что некоторые начнут мне кричать, покажи свой диплом психолога, есть у меня, по-моему, в сторис, либо на сайте можно увидеть мой диплом психолога, господи. Когда я начинаю говорить про реинкарнации, про душ, а я работаю в парадигме о том, что есть, да, потому что мы живем не первое воплощение, не первую жизнь. Я работаю в парадигме о том, что мы приходим на планету Земля получать опыт, а не просто так. Я работаю в парадигме о том, что опыт предыдущих воплощений и решения, которые приняты между воплощениями, оказывают влияние на нашу нынешнюю жизнь. И некоторые коллеги, которым это несколько стран, которые работают в другой парадигме, в этом месте, когда я начинаю про это говорить, они начинают говорить ха-ха-ха, фу-фу-фу, ай-яй-яй, психолог еще называется. Ну, в общем, да, называюсь психологом. Так вот, и на этих уровнях возникают, да, те так называемые кодировки. То есть на этих уровнях когда-то были приняты определенные решения, запомнены, эти решения запомнились телом, эти решения запомнились телом в определенном наборе, в определенном коде телесных реакций. Сейчас будем разбираться. Так, это я просматриваю, если, просматривайте комментарии, мне так точно помогло спастись со второго перинатального триместра, да. Далее. Так вот, теперь, как это, в принципе, формируется? Вспоминаем те, кто были на вчерашнем эфире, пересмотрите, если нет, поверьте, либо поисследуйте. Посмотрите, мозг, наш мозг, величайший кто? Обманщик. Величайший обманщик. Наш мозг учит нас верить в то, что самый главный он. Причем в то, что самый главный не только, не просто наш мозг, тут я уже даже готова согласиться, а в том, что именно вот этот внутренний контролер, внутренний логик, вот он самый главный, внутренний такой полковник, которому нужно все контролировать, все объяснять, да, и все понимать. Так вот, наш мозг приучает нас думать о том, верить в то, что вот этот внутренний полковник, он самый главный, и все зависит от него. То есть, на самом деле, это такая, знаете, мелкая объяснялка в шляпе полковника, но за раз достаточно влиятельная, потому что достаточно манипулятивная, достаточно влиятельная заставляет нас верить в то, что мысли первичны. Вчера приводила пример, сегодня повторю, представьте себе ситуацию, когда вы отдергиваете руку до того, как вам ее откусили. Либо представьте себе простую ситуацию. Вот я вам сейчас дам простую штуку, очень будет понятно. Привет, Татьяна. Будет очень понятно. Ситуация. Человек едет на собеседование, не знаю, на работу мечты. И там классная зарплата, ему интересно заниматься, то, чем он хочет, там суперусловия, там суперколлектив. Ну, в общем, счастье. Долго-долго хотел, тут его пригласили на собеседование. И вот он едет, ну, хотите, в общественном транспорте, хотите, не знаю, там, за рулем своей машины, и давайте возьмем общественный транспорт. Или за рулем машины, как вам удобно. Ну, потому что там будет чуть-чуть, на самом деле, отличаться антураж, а так-то одно и то же. Ну, пусть он едет, не знаю, вообще в метро он едет. И вот едет человек такой, а, да, это у меня автоматически, да, за рулем, нет, он в метро, значит, едет. Едет в метро, и тут какой-то его там сосед случайно, транспорт, да, и вот случайно его, не знаю, наступают ему на ногу. Ситуация, вот три ситуации с одинаковым стартом. Чувак едет на собеседование, на работу мечты, и ему в транспорте наступают на ногу. Он такой весь наутюженный, там, туфельки почищенные, все, красота. Ему наступают больно на ногу. Он вскивал, он же на нервах, он же переживает, да, он же весь струна, он весь, ну, на ком вообще жить поставлено. И он такой, да твою ж, дивизия, у него, значит, промелькает в голове о том, что все, вид испорчен, нога болит, туфли потоптанные, значит, там, грязные. Ну, и он такой, да сколько ж можно здесь, смотришь, под ноги, тварюка, да, и, а тут второй, оказывается, тоже не лыком шит, значит, в смысле, тут меня тварюкой обозвали, да, и он начинает, там, в общем, начинается перепалка, кто-то кому-то стук, кто-то кого-то стукнул, завязал из драка. В результате чувак поехал не на работу, а снимать побои, да, либо в отделение, не знаю, полиции, милиции. Можете представить себе такую ситуацию? Ну, вот, да, есть, первый вариант. Понятно, что вот эту работу мечты он, опять же-таки, не получил, но он же был потом весь, значит, порванный, подранный, в полиции давал показания. Собственно говоря, да, желаемого дохода, к желаемому доходу не пришел. Первая ситуация. Вторая ситуация. Схожа. Данные те же, данные те же. Чувак ездит на собеседование, на работу мечты, очень сильно хотел, весь наглаженный, отутюженный, туфельки начищенные, волосики приглаженные, весь такой в очечках, либо без очечки, с папочкой, с людюме, там, все красиво, ездит на собеседование. Очень-очень хочет. И ему чвяк наступает на ногу, да, он понимает, что капец, во-первых, а, это больно, б, ну, туфли теперь грязные, а может быть, даже еще и, там, кусок штанины задел, и он теперь будет выглядеть как дурак и дебил, значит, наутюженный с грязной обувью. И, ну, как бы сказать ему, и послать уже неудобно, ну, наверное, человек неудобно, ну, не специально же он меня тут топ, да, вот это вот по ногам ему топчется, и как-то сказать ему неудобно. И он как-то пытается так вот это двинуться, а то рядом вот это вот слепе, может быть, тоже там как-то, не знаю, топчется ему, продолжает по ногам. И это такой весь весь виспорчен настроение. И внутренне он того уже, кто ему на ногу наступил, уже послал даже 357 раз. Но он так расстроился, и неудобно, и так вот прям хочется куда-то отодвинуться. И вот он, то есть он не отстоит, а не сладко, ногу бери. Ну, вот в таком состоянии, таком раздрая, когда ему уже по ногам отступили, чувствует он себя уже никак, ему уже, ну, и неловко, и неудобно, и, в общем-то, он себя чувствует очень-очень странно. Потому что, ну, 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 как же ж так же, ну, люди ж так не делают, порядочные, это культурные, ну, вот нехорошо. И он вот в этом состоянии приходит, значит, вот в этом вот таком зажатеньком, он приходит на собеседование. Какова вероятность, что он его пройдет успешно? Ну, вы же догадываетесь, да? Что вероятность, ну, напишите, какова вероятность, в процентном соотношении, какова вероятность, что он его пройдет успешно? Ну, потому что он будет, и он не будет транслировать ни уверенность, ни профессионализм, ни границы, будет себя ощущать вот этим вот таким нелепым, да, и он просто малая, да, ноль, ну, либо малая, может быть, какая-то счастливая случайность, да, либо там 10-5%, ну, то есть, понятно, да? Да, и, в общем-то, вот она модель, еще одна модель, введенная, да, которая ведет не к деньгам, ну, то есть, в любом случае, вероятность значительно меньше 15, значительно меньше половины. Может быть, какое-то чудо случится, что его там ждали, и вообще о нем справки навели, и он вообще самый гениальный, гениальный, и все заранее знают, что он там немногословный, и не может сказать, стоп, и, может быть, именно на эту должность такое нужно, и нужен, и его, в принципе, взяли уже до собеседования, ему просто надо было прийти пописать. Ну, если мы говорим именно про собеседование, то ноль, ну, то есть, впизнаю себе, ага, поймались. Третья ситуация. Входные, входящие данные те же, да, ситуация, человек едет на собеседование мечты, он приходит на, едет в маршрутке, ему наступает человек в маршрутке, в метро мы договорились, да, ему наступают на ногу, он ей, и он говорит, там, соседа, молодой человек, простите, вы меня на ногу наступили, уберите свою, очень неудобно. Да, с большой вероятностью тот говорит, ну, блин, царя, да, убирает ногу, этот чувствует себя спокойно, он там успел обозначить, чтобы мы по ногам не ходили, он не затратил на эту кучу энергии, он не перепсиховал, ну, вышел, взял салфетку или сказал ему, слушай, может, я салфетки, если мне тут по ногам походил, дай салфетку ехать, протру, а то мне тут на собеседование ехать, ну, как-то неудобненько будет с отоптанными ногами. Братер зашел, поговорил, пообщался в спокойном, уверенном состоянии, какова вероятность, что он получит эту работу? С очень большой вероятностью, да, в всяком случае, ну, так, значительно, поэтому я не езжу в метро. Ну, прекрасно, я тоже не езжу ни в метро, ни в общественном транспорте, я езжу либо на машине, либо, на крайний случай, на такси, но, собственно говоря, дело же не про метро, да, метро это было, я надеюсь, что вы понимаете, что дело не про метро. Да, вот, як вы, то есть, слухи-то спочатку внимательно, для начала слушать, да, и посмотреть вчерашний эфир тоже, я же говорила, посмотреть вчерашний эфир, на вчерашнем эфире я рассказывала, как выходить из негативных состояний. Вот, поэтому иногда нужно слушать и информацию воспринимать, она, обычно, это хорошая стратегия. Так вот, двигаемся дальше. Разница между этими тремя ситуациями, кстати, входные данные, входящие данные, да, те же. Разница между этими двумя ситуациями в чем, да, в чем? В реакции. Первые две реакции, это реакции какие? Это реакцию робота, это роботизирует, это автоматические реакции, это триггер, реакция, когда человек не успел, он автоматически среагировал, он не успел подумать, проанализировать, выбрать, то есть, он не успел свою реакцию выбрать. Выбор произошел автоматически. Выбор произошел телесно. То есть, человек стоял, импульс, да, наступили на ногу, боль, бессознательно считывает, как нападение, как ситуация опасности, бессознательно считывает, как ситуация опасности и запускает телесную реакцию на эту ситуацию. Телесная реакция поднимается в теле и выдает, да, получает эмоциональный окрас. То есть, вначале происходит телесная реакция. В первом случае это нападай. Во втором случае это там убегай, либо замри, да, получается телесная реакция. Телесная реакция поднимается, доходит до олимпической системы. Получает эмоциональный окрас. Просто происходит это все в доле секунды, момента. Получает эмоциональный окрас. И из эмоционального окраса уже вот этот самый логик объясняет, мелкая объяснялка, но очень талантливая. Вот этот самый логик объясняет свое эмоциональное состояние. Ну, понятное дело, он у меня на ногу встал. Да, и он начинает объяснять. Либо, ну как же так, ну так же нельзя. Разница в объяснялок. Да, разница в объяснялках. Но в том, как человек себе это объяснит. Да, и выдает автоматизм. У этого автоматизма есть коды, есть кодировки. Вот эта кодировка, она могла зародиться у человека, будь в этой жизни, то, что я говорила уже, да, я повторюсь. Вот эта кодировка, она могла зародиться у человека в этой жизни. Она могла зародиться у человека, она могла зародиться не у человека, он может её наследовать у родителей, у кого-то из родовой системы, либо привнести её, так тоже бывает, просто есть там точка активации, привнести её из своего же прошлого воплощения. Как находить эту точку активации? Собственно говоря, вы же понимаете, что выбор, да, здоровая реакция была третья. Вот третья реакция – это когда у человека выбирает, смотрите, когда вы реагируете автоматически, объясняете себе, что вы чувствуете, почему, в это время вы управляемые роботы, управляемые своими собственными бессознательными программами. У вас нет выбора. Когда вы прорабатываете свои условно-негативные бессознательные программы, которые не пускают вас в тот уровень жизни, в котором вы хотите находиться, у вас появляется выбор. Самое ценное, самое главное, что у вас появляется в результате проработки – выбор, как реагировать. Вы можете реагировать по-старому, у вас есть это, ну, туда проторенная дорожка и, в общем-то, по привычке. Вы можете, у вас появляются там доли секунды выбора, когда вы можете успеть, не точно, вот это вот мое условно-собеседование действительно стоит вот этого инцидента? Да, то есть, либо наоборот, этот инцидент действительно стоит риска моему собеседованию? Если да, ну, давай поиграем. Сейчас мы тут устроим потасовку. Если нет, впень, да, ну, в смысле нафиг, в смысле зачем, в смысле неинтересно. Так, да, вчера в отработке практики заметила свою в отношении денег, да, вы будете в практике, Ольга, вы будете много замечать разных программ и очень много программ в процессе ДРНК, денежных расстановок на картах. Вы в себе проработаете гигантское количество программ, более того, вы научитесь их быстро отслеживать и прорабатывать, и вы научитесь прорабатывать, давать этому, это другим. У вас есть вводный курс о прошлых жизнях? Нет, у меня нет вводного курса о прошлых жизнях, нет. Я не делала это, я просто всю эту информацию вплетаю непосредственно в те практики, которые нужны для решения конкретных задач. Я вообще не сторонник в своей практике, да, каждый из коллег делает так, как это видит правильно. Я очень практичный персонаж, очень практичный, очень прагматичный. Мне нужно понимать, простите, нафига Попубаяны, что я с этим буду делать? То есть вот просто о прошлых жизнях, ну, да, нет. Вот у меня есть задачи, есть решения, есть задачи. Если корни задачи могут идти в прошлой жизни, в рамках решения я обучаю, как с этим работать. Да, то есть у меня такой подход. То есть в ДРНК мы точно будем работать с, начиная, по-моему, с первая такая техника, да, уже сейчас у вас, уже в этой технике, которая сегодня, там тоже есть вероятность такого легкого заскока в прошлое воплощения, начиная с четвертого модуля, там в конце четвертого модуля будет техника, которая позволяет не просто а-ля это у меня из прошлой жизни, а что конкретно там произошло и как конкретно это закрыть там для того, чтобы изменилось здесь. Так, крутой проект, сразу практика и обретение нового опыта. Спасибо, Арина. Каждая же тянет информацию как хочет и куда захочет. Ну, тоже да, это новое для меня, хочу узнать больше об этой идее. И почитайте Майкла Ньютона. Вот если вы хотите узнать больше информации об этой идее про прошлое воплощения, про то, как это влияет, на это почитайте Майкла Ньютона. Очень люблю этого автора, очень, очень простым, очень доступным, очень понятным буквально языком формул он описывает это явление и то, как это влияет. Начать можно точно с этого. Теперь, смотрите, то, что я вам только что рассказала, то, что я вам только что показала, я вам показала, как работает ваш полковник внутренний, который запускает автоматические реакции. Но вот этот полковник, который объясняет автоматические реакции, не пуская вас обнаружить хоре. А теперь давайте попробуем, возьмите какую-то ситуацию, например, схожую, кто-то из вас писал, что это про меня, у меня так же. Ну вот возьмите какую-то ситуацию, например, в ДРНК будет такое следующее задание, сегодня учащая и ДРНК, и тест-драйв. На тест-драйве я даю практически все те же материалы. Да, вот тест-драйв, у вас сегодня есть техника работать с тем, что я сейчас рассказываю. Если вы еще не в тест-драйве, еще можно туда успеть заскочить, и скоро будет очень важная информация, буквально вот прям следите за тем, что будет происходить до конца недели, буквально следите. Будет очень важная информация о возможности, там будет еще одна лазейка, будет еще одна возможность зайти в проект, который никогда не было раньше. Я сейчас разговариваю с одной бесконечно уважаемой мной коллегой, и похоже ей получается меня кое-на-что уговорить. В общем, я сегодня-завтра приму это решение, следите внимательно за этим, там будет совершенно невероятная подход. Позже там будет совершенно невероятная возможность. Так вот, берем ситуацию, берем ситуацию, любую ситуацию, которая, ну, как же вам найти? Ну, представьте себя в такой же ситуации, когда кто-то нарушает ваши границы, да, либо кто-то пытается вам предложить что-то, что вам не очень нехорошо, и вы как-то реагируете. Возьмите ситуацию, которая, упражнение в ДРНК, знаете, какое будет, ну, там карты нужны. В ДРНК будет в пятницу упражнение «Контакт с большими деньгами». Видите, когда, и вот то, что я сейчас рассказываю, будет отрабатываться на вот этим вот, да, на сопротивлением встречи с большими деньгами. Представьте себе, вы же когда хотите увеличения денег, вы же хотите, ну, не просто, а у вас есть некая сумма больших денег, которые вы хотите получить. И вот, когда вы встречаетесь с этими большими деньгами, да, в пятницу будет буквально с картами, уже будет, с пятницы мы уже с картами работаем. Когда вы встречаетесь с большими деньгами, и какое на самом деле между вами взаимоотношения? Вы можете обманывать себя, то есть ваш, ваш внутренний контролер может обманывать вас о том, что я так рад этим большим деньгам, и они меня уже ждут, и они идут, как в этих аффирмациях, которые фига не работают, и серия «Я магнит для денег! Деньги идут ко мне мощной волной!» Вот я когда это слушаю, я тихо улыбаюсь. Ну да ладно, нифига, ну понятно, что нифига, конечно, я делаю. Так вот, представьте себе, ну, еще раз, в ДРНК у вас будет прям, вы сможете на картах действительно определить, что между вами реально происходит. Сейчас попробуйте вспомнить, возможно, какую-то ситуацию, которая вам мешает прийти к тем самым доходам, которые вы хотите. И попробуем сейчас, да, смех и галлюцинация. И попробуйте сейчас пройти и обнаружить кодировку, и обнаружить первичную кодировку. Есть первичная, есть ключевая кодировка, это тоже, еще раз, вы это можете бесплатно посмотреть в тест-драйве. Например, зайти в канал, либо в инстаграме, написать мне в личный директ тест-драйв, и бот пришлет вам ссылку на канал тест-драйва. И полный формат вместе с тем, что с этим делать, и как эту кодировку расчелкнуть, можно подсмотреть в тест-драйве. Те, кто в ДРНК, у вас полный формат всего и даже больше. Да, и потом большие-большие практики, как вообще, как устранять и стыд, и страх, и вину, и все то, что будет подниматься между вами и большими деньгами. Так вот, и как снимать финансовые потолки и вообще все, что с этим связано. Так вот, страх, отлично, то есть первое, вы вспоминаете ситуацию, это всегда самый верхний слой, это всегда поверхность, самый верхний слой, вы вспоминаете ситуацию. Давайте, напишите, пожалуйста, что есть ситуация, напишите слово, не знаю, есть, вспомнил, плютики, дайте знать, что вы можете вспомнить вот эту какую-то свою ситуацию, которая, на ваш взгляд, мешает вам прийти к вашим деньгам. Еще не, ну, можно уже писать, да, потому что следующий вопрос, что вы в ней, в этом чувствуете? Что вы в этом чувствуете? Есть, ага, вижу, что вы пишете, есть, вижу знакомые лица, привет, рада тех, кого знаю. Есть ситуация, отлично. Теперь, когда вы взяли эту ситуацию, да, спускать, то есть это верхний слой, верхний слой, это всегда фабула, это всегда какая-то, какая-то объяснялка, что вот я потому что трататай у меня не получается, обида ком в горле, отлично. Следующий слой, мы спускаемся ниже, мы спускаемся, что я в этом чувствую? Что я в этом чувствую? Да, вот кто-то уже пошел, привет, Аквата. Кто-то уже пошел вниз, да, что я в этом, какая эмоцию я в этом чувствую? Не могу придумать, как заработать больше. Эта ситуация? Нет, конечно. Это не ситуация, это отсутствие навыка. Это отсутствие навыка, а этот навык развивается достаточно просто, если нет блока к деньгам, потому что иногда этот навык блокируется именно невозможность не придумать, а невозможность вообще вместить в себя больше. А придумать, навык придумывать, как зарабатывать больше, я много об этом делаю. Самое простое упражнение развития денежного мышления, это хотя бы раз в неделю смотреть по сторонам, вот все, что рядом с вами происходит, и задавать себе вопрос, как из этого можно сделать деньги. Это очень-очень простая практика, и если вы будете это делать систематически, вы раскачаете в себе навык, я из воздуха понимаю, как сделать деньги. Да, то, что я не во все буду кидаться, не со всего буду делать, но я действительно себя просто учила. Я смотрела, как из этого можно сделать деньги, как из этого, снег выпал, как из этого можно сделать деньги. Людей завалило снегом. Как из этого можно сделать деньги? Снег растаял, лужи склятать. Как из этого можно сделать деньги? Да, вот прямо учиться. Окей, вот чем там, не совсем поняла. Страшный темор, хочется спрятаться. Прекрасно. Вот идем вниз, и что хочет сделать тело? Что хочет сделать тело? Когда вы в этом, и у вас будет некий набор инстинктов, некий набор телесных реакций. Кому-то хочется сжаться, спрятаться, исчезнуть и не быть. Кому-то хочется вырвать, кому-то хочется, я не знаю, там, разорвать. Кому-то хочется рвать луками, кому-то хочется бить, убивать. Уснуть – это, скорее всего, не быть, потому что уснуть – это такая защитная история. если вот в эту ситуацию хочется заснуть, это где-то исчезнуть, так, сжатость, это где-то исчезнуть, не быть, да, не знаю, там, альтернативы умереть. Тремор – это трястись, да, заспать, опять же, это не быть, либо умереть, либо спрятаться, окей? И попробуйте, я уже доведу до конца, вот этот набор телесных реакций – это кодировка, кодировка вашей модели поведения. Хочется кушать – это не хочется чувствовать то, что есть на самом деле, это инстинкт, это не инстинкт, это защитная реакция, это заедание, это заедание. Спать – это не быть, да, это либо умереть, либо не быть, не быть в этой реальности. Уйти – это сбежать с большой вероятностью. Так вот, вам нужно найти вот этот набор телесных реакций, которые на самом деле и руководят вашим поведением. Что вы делаете сейчас? Я вам здесь дам сейчас упрощенный вариант, ну, не оставлять же вас в этом состоянии, да, у меня идёт самоуспокоение, нету… Это у вас идёт самообман, потому что, опять же, всё то, что вам… Если вы не идёте в тело, да, то всё остальное – это россказни бабы Параски под названием «внутренний полковник». Это вы, это ваш внутренний полковник, вас опять продолжает обманывать, вы продолжаете ему верить. Ещё раз, задача, да, история, собственно говоря, что происходит, потом мы идём в чувства, в эмоциональный слой, и потом вы идёте в тело, да, что хочет сделать, а если плачу, то вы плачете, вопрос в чём, да, а если плачу, а что вы хотите узнать в связи с этим, то вы плачете. Ну, плакать может, вот вы живая, не плачут камни, живые плачут. И теперь вам нужно поймать, да, вот этот вот перечень, там перечень инстинктов, и вот эти вот телесные реакции, и есть кодировка. Кодировка, это ещё не начало, не формирование кодировки, но нынешняя кодировка вашего поведения. Что нужно, что можно сделать с этим прямо сейчас? Прямо сейчас вы можете посмотреть на вот эти состояния, как будто бы сместиться с них, да, вы же наблюдаете со стороны, и посмотреть на эти реакции, посмотреть на эти состояния, и принять идею о том, что когда-то именно вот это, вот этот порядок, именно вот этот перечень телесных реакций когда-то спас жизнь либо вам, либо кому-то из ваших предков. Когда-то это было так. Потому что кодировка формируется в три этапа, и самая-самая первая кодировка, это когда-то давно возникла какая-то ситуация. Ещё раз, когда-то давно либо в вашей жизни, либо в жизни ваших предков, либо в прошлом воплощении возникла ситуация, и вы справились с этой ситуацией, вот такой реакцией. И ваше тело, и всё ваше тело на всех уровнях запомнило эту реакцию, как равно спасение. И каждый раз, когда ситуация, неважно каким неосознаваемым триггером напоминает вот ту первую ситуацию, у вас включается эта кодировка. Посмотрите на эти инстинкты, на эти телесные реакции, как на некое, как на каких-то спасителей. И попробуйте признать, что когда-то вот вы мне спасли жизнь. Да? Когда-то спасли жизнь. А сейчас спасение жизни и вот эти реакции могут быть разные. Поэтому спасибо за то, что когда-то спасли жизнь. И спасибо за то, что сейчас я могу спасать свою жизнь по-другому. И попробуйте разделить внутри себя благодарность за спасение жизни раньше. Либо вам, либо вашу, либо кого-то другого. Попробуйте разделить вот эту благодарность за спасение жизни раньше. Вот этим вот телесным реакциям. Да? Вы как будто бы наблюдаете со стороны. И признание того, что сейчас спасение жизни возможно по-другому. Да, пошли слезы. Это очень упрощенный вариант, очень короткий вариант. Потому что мы сейчас с вами работаем в рамках вот нынешней кодировки. В ДРНК и в тест-драйве у вас есть упражнение, практика, которая позволяет уйти в формирование кодировки. Когда вот в ту самую ситуацию, когда она только начиналась. И найти ее там. И разрядить ее там. Забрать ресурсы, которые были заблокированы там. И перетащить эти ресурсы в свою нынешнюю жизнь. Вот это то, что мы начинаем. Еще раз. Вот то, что я вам сейчас показываю, то, что я вам сейчас рассказываю. Это альфабет. Это алфавит. Это начало. Потому что впоследствии это вот эти вот простые, достаточно на самом деле простые практики становятся пазлами в большие серьезные схемы, которые позволяют решать очень, очень большие задачи и очень большие запросы, причем за один раз. Ну, иногда два-три раза. То есть то, что я вчера показывала, у меня вчера была встреча с бизнес-расстановками. И пришла девочка, участница. Бизнес-расстановки сильно отличаются. Пришла девочка и говорит, слушай, я ловлю тебя на том, что я оттягиваю встречу с клиентом. Бизнес-расстановки, они работают с реальными бизнесами. Говорит, я ловлю себя на том, что я оттягиваю встречу с клиентами. Я ловлю себя на том, что я вот как будто бы до последнего, вот как будто бы до последнего, до последнего и все время оттягиваю. Знаете, сколько взяло времени у нас в рамках встречи? Вот угадайте, сколько взяло, как вы думаете, вот такой запрос, когда я все время оттягиваю, все время оттягиваю, оттягиваю встречу с клиентами. Сколько времени в большинстве методов и за сколько времени мы решили этот запрос вчера? Теми техниками, которые я даю в дырынка. Даже не знаю, буду ли, ждать ли ваших ответов. Так, выживать не нужно, да, есть такое, нашу семью выслали с Польши-Запорожья, они вернутся назад в Волынь, их по дороге три раза грабили, но трясет меня конкретно. Конечно, может трясти, если вы на себе всю эту историю несете. Конечно, может трясти. Ну, с этой историей я бы, конечно, еще работала в самой расстановке, делала бы разъединение вас с вашей семьей, либо кому-то из... Если вы не зашли, я еще не всех еще узнаю из нового потока по фамилиям, если вы не зашли в дырынка, будь жаль, да, наверное, минут пять нам понадобилось. Нет, пять минут нам понадобилось на то, чтобы это расщелкнуть. Пять минут теми техниками, которые я даю в дырынка. Пять минут на глазах у всех. Просто щелк, и пошел ресурс. Окей, то, что вы делаете сейчас. Смотрите, что важно. То, что я вам сейчас показала, это кодировок. Вы можете находить кодировки практически в любом... То есть, ваше любое условно-негативное поведение имеет свои коды. Оно кодируется на уровне тела. Оно поднимает. То есть, сначала идет импульс на уровне тела, поднимается, получает эмоциональный окрас, и только потом мозг как-то объясняет. Есть люди, которые не хотят в это идти, поэтому они висят и плавают на уровне мозга. И, ну, на уровне... На уровне объяснялок, я имею в виду. Понятное дело, что объяснялка... Ну, сколько это? Пять плюс-минус... Господи. Пять-семь процентов, по-моему, да? Пять-семь процентов. А все остальное, это как раз бессознательный процесс. Все остальное, это как раз то, с чем мы сейчас с вами работаем. У любого, да, возвращаясь назад немножечко, у любого поведения, у любого вашего условно-негативного поведения есть код. Есть код, этот код имеет три точки, есть три точки формирования кода. Это уже дальше, это уже в ДРНК. Есть три точки формирования кода. И в денежных расновах на картах на старте, на старте я учу вычислять эти коды. Первый код, второй код, третий код. На самом деле я объясняю, как вычисляют первый, второй, третий. Но техника, когда сразу идет в первичную кодировку, когда человек сразу идет в первичную кодировку, и там делает разрядку, высвобождает ресурс, потому что вот эти коды, это всегда заряд. И это всегда заблокированный ресурс. Это со вчерашнего эфира, вы же помните. И привносит этот ресурс сюда. Вся в мурашках, охота бежать, делать дела. Пошла энергия. Сейчас будет такая возможность. А если одни предки были богатые, а инши бедными, то буду кидать из их стороны в сторону? Нет, совсем не обязательно. Потому что когда у вас, во-первых, у всех в роду есть богатые и бедные. У всех. Но почему-то больше говорят про бедных. Почему? Очень простая штука. Не надо повторять то, что есть, да? Не надо этого делать. Не надо делать то, что я сейчас вам скажу. Просто представьте. Вот вы берете молоток и так. Херак по пальцу. И у вас палец болит, как бздец. Ну, это же больно молотком по пальцу. Внимание, вопрос. Вы, пока у вас палец болит, так что звезды из глаз, будете помнить, что у вас не болит колено? А вы будете помнить, что у вас еще и нос не болит, и насморка нет? Да? Нет. У вас будет болеть палец. Потому что он будет звать на себя все внимание. С предками так же самое. Вопрос к технике. Ресурс может пройти и за пять минут. Вопрос, как потом это встраивается в жизнь. Ресурс не может пройти и за пять минут, если вы его не слили. Вопрос, для чего вам его сливать, какими за какими динамиками вы следуете, чтобы сливать ресурс. Да? И вот эти все динамики уже мы проходим непосредственно на проекте ДРНК. И как это встраивается? Как встраивать это в жизнь, а не встраивается? Ничто само не проходит и ничто само не встраивается. Вы либо сливаете ресурсы, либо встраиваете их в жизнь. Да? Вот это мы проходим на ДРНК. Вырубаюсь, будет запись, температура поднимается. Запись будет. Можно посмотреть по сторонам и повторять, буквально смотреть по сторонам и обнаруживать то, что опасность, которая была когда-то, прямо сейчас миновала. И ее нет. Я только слышала о бедных постоянно. Ну, это не значит, что богатых нет. Это значит, что болит палец, по которому хряпнули молотком. Вот что это значит. Так, мне здесь сказали, что были комментарии. И в этом упражнении обнаружила, что тело сжало, особенно в области плетей. И теперь это напряжение так и осталось. Нужно работать с этим напряжением. Нужно посмотреть, что если напряжение осталось, то вы не заметили этот ресурс. Простите, не заметили этот инстинкт. Да? Потому что посмотри, не тело сжалось, а я сжимаю тело. Мне хочется сжаться. Какой инстинкт стоит за этим сжаться? Возможно, спрятаться. Возможно, стать невидимой. Возможно, слиться со средой. И вот эти инстинкты попризнавайте, поблагодарите и отпустите. И тело начнет расслабить. Да, и вы сможете расслабить тело. Тело начнет расслабляться. Окей. Напишите, что вы понимаете теперь, что такое кодировка. Добрый ранок, не дура. Еще не дура. Освита все окей, але заробляти тяжко физично право. Я только право думаю, что бывает и забрати великие гроши. И тропляется какая-то ситуация, або падают силы. Я лягаю, ничего не роблю. А питание в чем? Ну, мне жаль, что у вас так. Сформулируйте вопрос, пока еще есть шанс, что я на него отвечу. В СССР было страшно, было проявляться. Это было раньше. Сейчас это закончилось. Чувство вины – это тоже кодировка. Нет, конечно, пересмотрите, пожалуйста, эфир. Кодировка, она в телесных реакциях. А если выпить алкоголь? Ну, а вопрос в чем? Выпить алкоголь, кто вам мешает? Народ, особенно если вы у меня в ДРНК. Голову буду откусывать за это. Учитесь формулировать вопросы. Если вы не научитесь формулировать вопросы, хрен, вы будете получать ответы. Не потому что от меня, а потому что от жизни. Ну, посмотрите, как вы задаете вопросы. Вы задаете вопросы, совершенно не будучи готовым к ответам. Обратите внимание, это капец как важно. А если выпить алкоголь? Это вопрос? Ну, то выпить алкоголь. Я, если выпить алкоголь, поднимется ли у меня температура? Обсыпнет ли меня шерстью? Вырастут ли у меня когти? Сойду ли я с ума? Будет ли у меня анафилактический шок? Повлияет ли это на день? Представляете, какое количество вопросов есть из информации, что вы собираетесь выпить алкоголь. То есть вы задаете вопрос, перекладывая на меня ответственность за то, чтобы я угадала, что именно вы хотите узнать. То есть у вас есть информация, есть какой-то внутренний вопрос. Вы его не формулируете. Вы даете мне информацию с вопросительным взглядом, не формулируя сам вопрос. Этот человек не только про алкоголь, как касается. Это, в принципе, эта модель. Вы перекидываете на того, кого вы спрашиваете, ответственность за то, чтобы он угадал, какой ответ вам нужен, и ждете. Такой себе ждунчик. И тот, кто вам будет отвечать, имеет над вами власть. Какой ответ вам дать? Тот, который вам нужен, напрячься и почему-то угадать. Либо тот, который ему быстрее. И вы в жизни получаете то, что быстрее в вас кинуть. То, как вы формулируете вопросы, напрямую влияет на то, какие ответы вы получаете. Будь то от людей, будь то от жизни в целом. А если это не вопрос, запомнила с ваших эфиров раз и навсегда. Ну, может быть, и не вопрос. Побегу задание делать. Welcome. Что ты корректно испытала? Да. Что может означать реакция тела сжатой зубы и напружена спина? Это и есть реакция тела сжать, ну, тут, смотрите, сжать зубы и напрячь спину может означать тысяча один вариантов. Приготовиться к прыжку, терпеть, удержать, да, будь внимательным, готовность укусить, неразрешение себе укусить. Ну, у каждого человека это по-разному. Пока я не берусь интерпретировать инстинкты. Задача была найти кодировку и в ДРНК я учу, как с этой кодировкой потом работать, как высвобождать эфир. Не проходит страх, как с этим быть? Посмотреть вчерашний эфир и проработать, либо пойти, он не проходит, вы его не отпускаете, и вы ничего с этим не делаете. Я только что объясняла, что когда есть любая фабула, есть потом чувство, после чувства вы идете в телесную реакцию и прорабатываете это телесной реакцией. Если вы хотите работать просто на уровне чувств, посмотрите вчерашний эфир, там я давала технику, как работать просто на уровне чувств. Почла троха разуметь, я акция про тюе, добрые, пытания и запросы, все мое значение, еще самое посылатые. Да, абсолютно с вами согласна. Установка, что торговать стыдно, зарабатывать надо умом, трудом, ну, не знаю, как мне на это, мне не на что отвечать. Меня перестало трясти, але шум в ушах залышився, понаблюдайте, пожалуйста, за этим шумом, возможно, вы какой-то инстинкт недопризнали. Да, или это называется, попробуйте еще сказать такую фразу о том, что, прожить эту фразу о том, что даже если мне не хочется, не хотелось это слышать, даже если я это услышала, я все равно остаюсь в безопасности, потому что то, что было, закончилось. Что означает, если по спине мурашки бегают и начинает чесаться спина, то у вас бегают мурашки и начинает чесаться спина. Ну, прям интересный вопрос. Вы не думаете, как вы примените высвобожденную энергию, это тоже интересный, кстати, паттерн, спасибо за вопрос. Вы не думаете вот эти вопросы, а что означает, если у меня спина зачесалась, а если у меня мурашки по левой пятке побежали. Попробуйте посмотреть, как вы будете, то есть вы вместо того, чтобы смотреть на то, что вы теперь можете делать дальше, смотрите назад, а что вы, это называется, анализ от какашки на подушке. Да, вместо того, чтобы смотреть, как я эту высвобожденную энергию и освобожденное состояние могу использовать в дальнейших действиях и направлять эту энергию вперед, это значит, что вы начинаете смотреть на то, а что же у меня там сзади было. Ну, попробуйте сместить фокус внимания и смотреть, как вы это будете применять. Как высвобожденную энергию, которая сопровождается мурашками, спину можно просто почесать, вы будете применять в жизни, а не смотреть назад, что у меня там чешется. Сформирован заряд на уровне инстинктов, а расформирован на уровне полковника, нет, конечно, пересмотрите еще раз, расформировается он тоже на уровне инстинктов, а потом выводится. Полковник только объяснялся. Пришла видповедь, отлично, у меня такая же история, копаюсь в прошлом. Ну, можно продолжать копаться в прошлом, а можно начинать смотреть в будущее, и это выбор, и это выбор. Все, прекрасно, я с вами на сегодня прощаюсь. Если вы не в полную версию вот этой техники, у вас есть возможность, это временно, потому что я потом удалю с тест-драйва, на следующей неделе удалю все материалы. Я в жизни не давала такие материалы в открытом доступе на тест-драйве. В жизни никогда. У вас есть время зайти и посмотреть еще до следующей недели. На следующей неделе я удалю все материалы. И останутся только те, кто зашел в проект, кто в ДРНК. И внимательно следите, пожалуйста, в ближайшие дни, прям заходите, проверяйте, потому что в ближайшие дни, я еще сегодня подумаю и приму решение, но может быть такое, что я послушаюсь то, что мне говорит совершенно бесконечно уважаемая коллега и сделаю на, не знаю, на несколько часов совершенно беспрецедентную акцию. Будьте, пожалуйста, внимательно, следите за этим, потому что это шанс реально поменять жизнь. Можно ли обращаться к вам с проблемой неопределенности в профессии? Я не беру, сейчас у меня график закрыт до конца января при стоимости консультации в 500 евро, но я могу порекомендовать кого-то из своих учеников. Ко мне можно обращаться, только если вы готовы ждать меня до конца января. Вот тогда я могу записать на конец января, записать вас на консультацию. Все, прекрасный Засим, я с вами прощаюсь, жду вас в проекте, вам классного дня, двигаемся дальше. Всем пока-пока.